Всем большой привет! С вами Египеш. И сегодня будет такое теговое видео, но с какими-то такими отклонениями в плане, информативными отклонениями, в плане чуть-чуть пытаюсь вынести какую-то информацию психологическую. Почему? Потому что у меня уже спрашивали, Катя, мы поняли, что ты учишься на психолога, и есть ли у тебя в желании снимать видео по тематике психологии? Я отвечу, конечно же есть. Незусловно, у меня есть такое желание, но может просто как-то опыта нету, то есть тоже подготовиться как-то, то есть в таком видео, конечно, уже подготовиться, но готовиться я не люблю. Собственно, как сейчас, я не готовилась. У меня есть вопросы, вот они. Девушка и большой город называется тематика сегодняшняя наша с вами. Наверное, я как-то это больше отдам к тегу, потому что я буду отвечать на вопросы. Вопросов будет здесь у меня, у меня 20 вопросов. Также, конечно, я обнаружила это видео в интернете. Ну и потом поинтересная тема, может быть, чуть-чуть я просто добавлю от себя какие-то свои знания, что, как, по взаимоотношениям мужчины и женщины. Ну, может быть, кому-то чем-то помогу, но долго заостряться я не буду. Все-таки это просто будут ответы, мои ответы, такие, например, как я девушка и я в большом городе, и мое мнение. Ну, давайте начнем, долго не будем болтать, а то я могу поболтать. В общем, первый вопрос. Можешь ли ты пойти одна в кафе? В кафе, ресторан, какое-то такое заведение, да? Одна. Я на него отвечу так. Безусловно, конечно же, да. Также вопрос. Можешь ли ты пойти в кино одна? Могу, но ни разу не ходила. Ни разу не ходила и в ближайшее время не пойду. Ну, могу. То есть, совершенно нормально человеку вообще перелегаться одному. Это его личное право. Он имеет право ходить вообще один в любые заведения, общественные места. Как ездить в общественном транспорте. Вы же едете в общественном транспорте, вам не говорят, ну, ты одна едешь. Безусловно. Я, бывает, захожу в кафе, с тобой еще зима, ну, и заказываю себе, я кофе не пью, а я заказываю себе чай, какую-то булочку там, ну, то есть, чуть-чуть там покушусь. И вообще ничего не покушусь. Ну, а с на пирожное. Если это кафе, то хочется не с на пирожное. Второй вопрос. Насколько принято джентльменское отношение к женщинам или в вашем городе царит равноправие и эфеминизм? Я забыла уточнить, что это город Ставрополь. Сейчас я живу здесь. Жила я в двух городах. Это город Актау. Я там родилась и выросла до... И, по-другому, сколько лет, ну, не буду называть там, я потом уехала опять в Ставрополь. И, в общем, потом мы переехали с родителями в Калининград. И потом из Калининграда я уехала сюда. И здесь сейчас я живу со своим мужем. И учусь. И работаю еще. Ну, к работе мы вернемся потом. Вот. Будет вопрос про работу. Потому что нет ничего страшного, когда женщина не работает. Это нормально. Гораздо страшнее, когда не работает мужчина. Это вот это уже ненормально. А вот. И... Значит, вопрос был какой? Значит, я сказала, что девушка и большой город. Значит, я в большом городе и город Ставрополь. А в большом городе и Калининград гораздо больше город. Поэтому у меня есть чем сравнивать. С Калининградом он больше, чем Ставрополь. Ставрополь... Ну, может быть, как Артау, чуть больше Артау. Ну, в общем, я имею отношение к большому городу, потому что я вообще выросла в городе. Поэтому, например, другие населенные пункты, более-менее, там, деревни, для меня это... Я не привыкла к таким местам. Я привыкла к городу. И вот вопрос был такой, что... Если, например, в Ставрополье джентльменское отношение к женщинам. Конечно же, есть. Безусловно есть. Есть, когда и плохо относятся к женщинам. Ну, а в каком городе этого нет? Всё есть. Равноправие. Царит ли равноправие и феминизм? Царит и феминизм. Ну, все мужики-козлы и так далее. Я добьюсь всего сама. Или я раз вышла замуж женщиной, больше никогда не выйдет. Будет он строить отношения с мужчиной только ради, либо чтобы он ей помогал. Да, ну, понятно, да, в финансовом плане. Никогда она уже не выйдет замуж, потому что она уже всё, мужа ненавистница в этом плане. Но для души и для здоровья он мне, в принципе, нужен. Пускай ухаживает. Надо есть, поменяю другого. Третий вопрос. Город или деревня? Однозначно город. Город для меня это всё. Это больницы, поликлиники, это множество магазинов. Это развитие для детей, это доехать туда, доехать сюда. Я, когда приезжаю в деревню, мне первые два дня нравятся, а потом я теряюсь. Это не моё. Но я люблю природу. Для меня деревня это приехать отдохнуть. Это баня, это шашлыки, это грибы, собрать по грибы, то есть песни по гитару, пьёшь там пиво. Ну, если ты отдыхаешь, для меня вот это да. Ну, ты едешь в город работать. Я выбираю город. Я даже жнатачу жить не могу. Для меня всё. Вот как это так? Я, должно быть, в городе не могу. Люблю я города. Четвертый вопрос. Чего не хватает девушке в вашем городе для комфорта? Для комфорта? Опять же, я не готовилась, я буду долго думать. Но зато это и есть настоящее. Заодно и вы подумаете. Ну, чего нам не хватает в большом городе для комфорта? Кстати, когда ходила в тренажерный зал, мне всегда хотелось, чтобы тренажерный зал был именно вот отдельный для девушек. То есть отдельное, вот, либо помещение, либо что. Вот мне на ум просто это пришло. Не потому, что там что-то, нет. Просто, чтобы женщины не стеснялись, не смешались, это на то, там, качаешь что-то в фишетах, ловишь взгляды, когда мужики смотрят, то-то на грудь, то на попу. То есть для комфорта. Я реже шла о комфорте, я поэтому вот что-то вспомнила сразу, что мы с девчонками не раз обсуждали, то, что почему не открывают именно женский какой-то клуб. Потому, что есть женский клуб, но там йога, танцы, и такая аэробика. Ну, мне вот интересует именно тренажерный зал, именно тренажеры. Но в нашем городе нет такого тренажера, тренажерного зала, чтобы именно был женский. Либо женские дни. Ну, женские дни, это уж совсем, наверное, именно нужно открывать помещение. Вот, тогда будет жить у меня вообще комфортно. Можно приходить прям в пижаме и заниматься. Но это вот то, что мне просто на ум пришло. Это то, что касается комфорта. Комфорт, комфорт. Ну, как-то вот больше мне не приходит. Если так чего не хватает вам в городе, то я могу сказать не как девушке, а как обычному человеку, то не хватает парковок, не хватает. В этом городе не хватает нескольких магазинов. Например, сейчас я вспомнила про магазины, то мне не хватает магазина Икея. В ближайшем городе есть, в ближайшей области Престандарь, здесь нет. У меня это Ашана, то есть, что-то таких магазинов в Ставрополе нет. Так как девушка, то хочется пойти по... Вот, мы смотрим видео, да, в интернете. Люди выкладывают, девчонки выкладывают. Покупьте в Ашане. Я про не понимаю, потому что я никогда не была в этом магазине. Я не понимаю, потому что я никогда не была в Икеа, люди покупают там мебель. Мне тоже очень как девушке хочется пойти посмотреть, что уже там, то может быть что-то тут. Тем более, говорят, что там приемлемые цены. Так, пятый вопрос. Хорошо выглядеть и быть хорошо одетой, это помогает или мешает? Это помогает. Конечно, это помогает. Во-первых, психологически это женщину очень подбадривает. Женщина уже, она вообще такое существо, она... Почему она красится? Бывает, женщина не работает, и она красится. Не потому, что там есть такая фигня, что надо удивлять мужчину, что он хорошо выглядит, нужно не стоять за плитой, за саленом халате. Не обязательно только из-за этого, а нам самим, нам самим хочется хорошо выглядеть. Что мы делаем? Мы ходим в магазины, мы отдаем удастую душу и заряжаемся от шопинга на два дня и не капризничаем. Морально как-то... Какая идешь? Идешь в новом пальто и думаешь, новый сапога. Класс, день не дался. Мне это помогает. Не очень это помогает. Отношения... Шестой вопрос. Отношения... Отношения к другу-другу... Скорее, дружеские или есть соперничество между женщинами в нашем, ну, в этом городе. Есть и соперничество. Женщина вообще, наверное, поймут. В принципе, у женщины еще говорят, что нет женской дружбы, да? Поэтому женщина всегда, в принципе, насторожена. на другую женщину. Как и мужчина на другого мужчину. Как охотник, да? И женщина тоже насторожена. Безусловно. Но женщина это не показывает. Женщине обязательно нужна подруга. Хоть одна одна должна быть. Поэтому и так, и так. Но если эта подруга переходит в все грани, например, на ее мужчину, этой подруги уже не будет. Я думаю, 80-класс. А так, а так, конечно, дружеская отношения. Также пройтись по магазинам, звонишь подружке, все, или приходи ко мне, попием чай, или в ничем. Но только до тех пор, пока между этими же девушками не станет какой-то мужчина. Если станет какой-то мужчина, дружбы больше не будет. Седьмой вопрос. В вашем городе правят мужчины или женщины? Ну, если у нас мэр, мужчина, господи, мэр, мэр. Ну, в общем, ладно, это не важно. Вообще, я вам хочу, хотел сказать, если так сказать, то, в принципе, не правят женщины. Женщины правят мужчины. Поэтому и все войны были из-за этого. Поэтому. Ну, мужчина, наверное, в сути и должностях обычно занимает в сути должности. Но сейчас такое время, когда и женщины стали занимать такие должности. Начальники стали работать. Поэтому в нашем городе и так, и так. Я думаю, что и ваши поруки и так, и так. Особенно в Москве. Равноправие вообще. Ну, я могу на устойду равноправие. Но вообще, если брать политику, то, конечно же, правят мужчины. Но мужчина никогда не обходится без женщины. Потому что, если мужчина будет без женщины и, допустим, в той же политике, то этого мужчины там не будет. Поэтому развод, например, если брать нашел Путина, это не очень хорошо. Потому что всегда у мужчины должна быть женщина. Она его должна эмоционально заряжать. Одно прикосновение женщины. Если ты любишь женщину, мужчина любит женщину. И женщина любит мужчину. И если женщина трогает мужчину своего, то при чем он так? Мужчине все будет хорошо. У него будут силы сражаться там, на работе с другими мужчинами. Потому что он знает, что у него есть тыл. А мужчина должна быть любимая женщина. Обязательно. Бесхозный мужчина, он никому не нужен. Когда мужчина... Вот у женщин, знаете как, если он на мужчину будет смотреть? Если мужчина не женился до 30 лет и не был жена, и у него нет детей, женщина осторожно смотрит. Что это за мужчина? Что это такое? Что-то здесь не то. Они думают, ну тогда и мне такое не нужно. Раз никто не подобрал, так я не подобрал. Ну то есть такая логика. Ну это я говорю. Занесло меня. Восьмой вопрос. Какой профессии в вашем городе выглядят женщины непривычно и вызывают массу внимания? В нашем городе, в нашем городе. Ну и в вашем городе, в другом городе. Это, наверное, женщины. Таксистки, то есть женщины-водители, они как-то тоже смотрят. Бедная несчастная женщина. Ну вот, внимание сразу вызывают. Мы буквально мы с мужем ехали на маршрутке. У нас в Саврухоль появились мерседесные маршрутки. То есть уже газели поменьше становятся. Наконец-то у нас цивилизация пошла, потому что в Калининграде там уже, естественно, и борды, и... то есть иностранные машины. Там российскую ты не найдешь машину. А здесь, естественно, были газели, и вот это вот поставили дверь вот туда-сюда, куда-сюда. Неудобно очень... Извиняюсь. И во весь рост не станешь толком. И вот появились такие... Сейчас здесь машины такие уже нормальные, цивильные, цивилизационные. Нам нравится очень. И за рулем была женщина. И ехали два парня. И я так услышала одненьком, что тоже обсуждали. В общем, вот к такой профессии настороженно. Вообще, к таким рабочим профессиям настороженно относятся, конечно. Но от этого обращают внимание. Ну, и с другая стороны, например, 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 вот, казалось бы, обсуждая то, что а еще мужчины, например, настороженно относятся к женщинам начальницам. Ну, мужчины всегда скептически относятся к женщине. А что она там может знать? Думают, что она же... Природа не наделена умом. Мужчины думают к этому тоже. А вот скептически. Далее. К женщинам системного администратора, программистам. Ну, Господи, что там она программист, откуда у нее столько мозгов и так далее. Это все такие, да? Потом по поводу женщин сомнительного поведения, то есть структизер. Многие мужчины их не любят. Ну, они любят в качестве посмотреть, но как за профессию они это не считают, как структизер и так далее. Многоточим и выходим. общаясь с многими парнями, вот слуга, они их не любят. Они их могут вызвать и так далее, все понимать. Ну, они буквально даже вот как за человека могут не считать женщин. Хотя, бытует такое мнение, не мнение, а вот бывает в обществе, слышит, от компании, когда многие мужчины обсуждают, там, мужики прям, что мне так, пуша там погрела. И неоднократно слышала, что говорили, вот в отличие от некоторых мужиков, говорит, вы, 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 проститутка, она хотя бы работает и зарабатывает деньги, нежели, чем ты там сосешь и так далее. То есть это понравилось посмотреть еще. Ну, к таким вот к такой деятельности женской вот так настороженно относится. Девятый вопрос. Дама, собачка, это уже обычное явление в вашем городе? Ну, да, конечно, обычное явление. Но я в нашем городе? А, нет, конечно. Ну, я сразу представила девочку на такой большом машине с собачкой. Нормальное явление. И же бабушки, и женщины выгуливают собак. И, конечно же, наша, моя ровесница, нашего возраста тоже заводят собачек. Ну, нашего возраста в основном заводят кимиотерных маленьких собачек. Что-то типа терьера, югширского терьера, шпица. Такие уже подороже. Кинез. Кинез, кстати, обычного женщин. Я замечала. А, десятый вопрос. Какой нравится больше макияж? не, 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 не нравится. А какой преобладает макияж в вашем городе, я замечала. Яркий макияж или, ну, такой, более, как сказать, слова не могу вспомнить. Ну, не яркий, в общем. В общем, в нашем городе женщины, да, красятся сильно, но это естественно, женщины красятся ярко. поэтому и говорят, что девушка, она ярко красить не должна, у нее так все хорошо. А женщины как бы красить ярко, то есть красной помадой и прочее. Девушек, я очень редко вижу, что наши девушки моего возраста красились красной помадой, практически не вижу. Это либо блески, либо светлые потона, розовые. Но, вот это мода, которые стрелочки, очень яркие, черные стрелочки, это да. И присутствуют у молодых девчонок. И вот эти квадратные нарисованные брови, которые я очень не люблю. Вот если я шла делать татуаж бровей, то я сделала его под бровями. Он совсем у меня светлый, но он у меня уже совершенно все сошел просто. И он был не черный, он был коричневый. И вот эти черные брови мужчины не любят. Вообще терпеть не вот такого вот неспокину это они просто не бахили. Они не понимают черно рисованное, они называют это расширющим и еще сбивают брови. Это кошмарно. Их не воспринимают, они в шоке просто. Я вам говорю. Кстати, не совершайте эту ошибку не делать. Сейчас это уже не модно. Одиннадцатый вопрос. Кто вам на улице поможет? Женщина или мужчина? Я думаю, женщина и мужчина. Так как у женщины от природы в принципе такая конкуренция к женщинам, то она может быть и меньше поможет. А вот мужчина мне кажется поможет больше. Но женщина про конкуренцию я говорила именно своего возраста. Девушка может не помочь и пройти дальше. А вот женщина которая за 40 лет она может помочь. либо вам плохо стало, либо там у вас мандарины по всей дороге переходили в дорогу, пакет порвался, выпали, да, то мне кажется мужчина остановится, выйдет и поможет. Моё как-то мнение так. А кто мужчина или женщина? Мне кажется так и так. Абсолютно. далее. Если вам понравилось что-то на другой девушке, то есть парфюм там из одежды что-то из косметики, спросите ли вы у неё и ответит ли вам эта девушка? Знаете, ну я отвечу сейчас. Я спрошу теперь я спрошу сюда. И она ответит. думаю, что в принципе отзывчивость есть такая. Ну есть черта характера людей, которые так посмотрят, скажут, что ты ко мне предстоишь, чтобы не хочу разговаривать. И такое тоже бывает. В общем, ну в принципе я думаю, что ответят. В принципе в нашем городе отзывчивые люди. Вот. Но как-то я в Калининграде ехала с работы уставшая, уставшая, ехала с девочкой тоже, вместе мы работали. Зашла девочка с парнем, от нее был такой парфюм. Этот парфюм до сих пор у меня в голове и одноверенно он останется на всю жизнь. В тот момент в связи с тем, что я была очень уставшая, лыком не вязывшая. Ну уставшая я работала продавцом и постоянно на ногах и постоянно разговариваешь. Поэтому и сейчас я сожалею, что я не спросила. Этот аромат шел на весь автобус. Было видно, чувствовала, что это был дорогой парфюм, но такой вкусный, такой вкусный. И поэтому с тех пор, когда я захожу в Литуале Риви Бош, я какие-то брызгала и пытаюсь его найти, но я его так и не нашла. И жалею теперь, что я все-таки не спросила. И я просто поленилась ай да ладно, ай да ладно, но я думаю, что она бы не ответила. А еще мне, конечно, она разговаривала с своим парнем, поэтому мне как-то ну, не со своим, но после разговаривала с парнем, мне как-то не хотелось власть. То есть это меня тоже, конечно, как-то насторожило, и я как-то постеснялась это сделать, спросить у нее. Девушка в кафе будут ли навязчиво приставать? Будут ли приставать в кафе, если я буду сидеть одна в кафе ко мне навязчиво? В нашем городе будут? Будут, проходишь, сигналят, эй, девушка, девушка и так далее. Ну, поняли, будут, к сожалению, будут. А потому что если я сижу одна в кафе, это не значит, что я хочу, чтобы ко мне пришли знакомиться. Мужчины, вообще запомните, как нужно знакомиться с женщиной. Во-первых, элегантно и так далее. Вы там нюдку, то есть вообще мы можем с вами познакомиться или еще что-то. Ну, понимаете. Девушка сказала, нет, знаете, я, нет, неважно, она обязана вам вообще объяснять. Нет, так нет, все, вы уходите. А в нашем городе пестолучие, достающие, достающие, господи, достающие, ой, есть такие парни, чего же об этом говорить, когда могут, извините, затыхать машину и везти. Ну, в плане, ну, ближе к Кавказу, и поэтому у нас решается все. Серьезно. Но зато эти мужчины делают, в принципе, настойчивость и тоже как-то красить, в плане того, что они, то, что они наметили, они того добиваются. Главное не ошибиться, вдруг у этой девушки спецпарин или муж когда можно получить звезды. Долго ли ждать автобус на остановке в вашем городе? безусловно. То есть, это минут 30-40 вы можете ждать транспорт. Двадцатрой вопрос. Пробки в вашем городе? В нашем городе есть пробки. Это с утра и вечером. Пробки, пробки, пробки. Потому что много машин на семью считается минимум две-три машины. Потому что сейчас стали ездить женщины за рулем и, конечно же, много очень машин. Так, двадцать четвертый вопрос. Отношения к курящим женщинам. Нейтральные отношения к не курящим женщинам, потому что потому что женщина сама хочу сказать, человек сам решит, то есть, сам решает, что ему делать, курить и так далее. Но у меня, например, к курящим женщинам нормальные отношения в плане еще того, главное, чтобы вы вообще не наркоманы были, наркоманов я не люблю. Ну, хотя курение это тоже наркотик, но такой наркотик, с которым можно еще помереть и 80, и 90 лет. Тем более по социальным, так как я тоже увлекаюсь социологией, поэтому в социологии и психологии очень вместе идут. И поэтому всякие вот эти вещи я читаю, нас это мучает в университете. И то есть по социальным наблюдениям, этим опросам и так далее, там опрашивать не надо, там как-то по смертям началось все это объясняется. Курящие люди живут дольше, чем не курящие люди. Как бы наше здравоохранение не пыталось все это убедить, но, к сожалению, оно так. Когда человек не пьет и когда человек не курит, он может умереть и в 40, и 50, и 60 лет. Не зависит от того, курит он или нет. Как раз таки. Почему? Потому что, например, я вообще мало пью. Я мало пью, а вот будет сидеть рядом человек, который много, то есть хорошо пьет, то есть он выпивает, в компаниях долго, он может высидеть, да, не пьянеет, то есть ну, может пьянеет, там, нежели как я, чем через 2-3 рюмки. То этот человек, например, будет гораздо стойки на простуды и так далее. Ну, как бы, знаешь, проспиртованность идет организма. Не то, что я, постоянно там укол, то есть еще что-нибудь, то есть в этом есть плюс. В этом подуло я уже такая температура вижу, понимаете? Поэтому не всегда, когда ты ведешь здоровый образ жизни, это не значит, что ты долго проживешь. Не всегда. Вот такое вот есть социальное наблюдение. Дальше вопрос. Лучшая работа для женщины? Лучшая работа для женщины, я вам скажу, лучшая работа для женщины, это как психолог, я вам скажу, это социальная работа, это работа сообщества. Потому что женщина, она не создана для другой никакой работы. Именно сообщество. Это пусть будет менеджмент. То есть женщина, которая не напрягается физически, она отвечает на звонки, она занимается документами, она занимается с детьми, гораздо лучше, когда женщина занимается с детьми, там вот социальной работой и прочее. Педагог, врач, она должна помогать. То есть она должна давать свою любовь. любовь миру, этому обществу, иначе она погибнет. А то, что мы говорили о том с вами, что женщина работает таксисткой, водилой, бомбилой, это это несчастная женщина. Увы, это так. А так дальше про работу могу, раз уж у меня так тема я вспомнила, мне тема поперла. Что касается работы и счастья для женщины. Вообще, с точки зрения психологии, а это факт, женщина, по сути, она не должна работать. если мужчина говорит, иди работай, а женщина говорит, я не хотела работать в браке, и вообще об этом нужно говорить до брака, сразу на берегу, женщина говорит, у меня будет работать муж. Мужчина либо это принимает, либо нет. вот, и тут женщина, мужчина это тогда принял, потом забыл, еще что-то ей говорит, ты знаешь, что-то ты не работаешь, может, боишься, поработаешь, а женщина не хочет работать. Тут мужчина даже не понимает, что это нормально, потому что женщина, она вообще не создана для работы. Ее мир, ее жизнь, ее мир, это дом, дом, в котором она живет. Вот это для нее мир. И она его обустраивает. Вот, она дарит любовь этому миру. А для работы, в принципе, она не приспособлена. Это сейчас пошла деградация в последний век, когда пришлось, приходится работать. Когда женщина уже все стало наравне с мужчиной, то это минус мужчине, а не женщине. Женщина, она пойдет работать, она будет работать. Но вопрос о том, что она будет получать от этого. Она будет получать деньги. Но морально она будет становиться сильно больше походить на женщину. Ну, мужчину, например. То есть, она будет... Ну, то есть, мужчины должны понять одно, что нормально, то, что женщина не работает. Например, женщина, которая работает в декрете, то есть, когда ребенку до года, когда ребенку становится год, она начинает там няню вызывать, или еще что-то спешит работать, это несчастная женщина. Потому что природа заложена, природа заложена, что женщина должна заниматься лялькой. Вот она родила ребенка, все, она должна заниматься. Никто, кроме матери, столько любви не подарит своему ребенку. Поэтому, если женщина не хочет работать, то мужчина должен принять. А еще лучше ему походить на тренинги, позаниматься. Все конфликты, все наши конфликты, драки в семье, которые происходят, это все от незнания психологии. Поэтому, там может и женщина быть виновата, и мужчина может быть виноват. Но чаще всего виноват мужчина, потому что он не справляется с эмоциями женщинами, женщиной, и он ударяет ее. Пощечина не считается в принципе побоем. Для многих женщин сейчас не видно, а то они на форумах читаешь, они начинают писать, он меня избил, как избил, он мне пощечина не удалось иметь прекрасное лицо. Это не побоем. Он не справился с вашей эмоцией. Вы кричите, вы его обзываете. Мужской мозг, мужское сердце, он больно, ему очень больно, он никак это не может принять. Как так я тебя и на море свозил, я тебе купил то, я купил тебе это, а ты все постоянно возникаешь. Занесение происходит, потому он ударил. Но это неправильно. Неправильно, но правильно было бы получить, если бы женщина изменила. Но не избивать, избивать нельзя. Он еще должен это знать. очень сложно вытянутся. Я имею ввиду, что когда женщина изменила, то почти очень можно получить. Лучшая работа для женщин, я сказала. Еще есть такая вещь, что если женщина, если мужчина принимает женщину, что она не будет работать, есть мужчины, которые изначально запрещают женщине работать, он говорит, вот он так, вот у меня, например, муж, он не против, чтобы я работала. А есть мужчины, которые против. Вот и ихняя психология такая, моя жена будет сидеть дома и точка. потому что для него это ему хорошо, что он сидит дома. Он с этого обогащается, он выходит к своим друзьям и говорит, а моя жена сидит дома, ваша работа. Моя сидит дома, занимается бытом и прочее. И если женщина, если муж говорит, я вот, во-первых, запрещаю тебе, ну, так, если ты пойдешь, пойдешь, вот она хочет прямо, она говорит, я училась, для чего я училась, мне нужно, я для чего училась пять лет-то, для того, чтобы пойти работать, правильно, она ему говорит. И он говорит, ну, что ж поделаешь, ну, в общем, она его переубедила. И что я могу сказать, вот, например, это женщина, женщина, которая, которая, ну, финансовое положение нормальное, и он ей говорит, я тебе в месяц выдаю какую-то сумму, ты можешь каждый месяц покупать, помимо того, что ты будешь покупать что-то из ухода в этом косметике, что-то, я тебе еще буду давать на какую-то вещь, может быть, даже на две, то есть вообще, ну, вообще, у многих вообще такого даже нет. И она говорит, мне даже этого не хватает. Он говорит, ну, не хватает, я больше себя ждать не могу, туда иди работать. Ну, он ей говорит, ну, тогда извини, но тебе просто справляться и с детьми, и со мной там, потому что такого не было, что ночью у меня голова болела или еще что-то, и с бытом, то есть тебе просто готовить, я хочу, я прихожу, хочу жрать, меня не волнует работать, что-нибудь она говорит, все-все-все хорошо. хотя вряд ли это будет, все она не сможет, прям все успевает. То таких женщин называют жадными женщинами. Жадные женщины, которые уходят работать на целый день, полный рабочий день, пятидневку, там, шестидневка бывает, их называют жадными женщинами. Потому что, сейчас вы скажете, ага, что значит я жадная, я же иду, самоутверждаю, самоусовершенствование у меня происходит, как это так, для людей что-то приношу, ничего там вы не приносите, вы только крах приносите своей семье, потому что в семье будет отсутствовать любовь, вы будете приходить и будете сорваться на детях, то есть где-то ребенок что-то накосячил, вы будете уже кричать на него, а потом какие дети вырастут, то это другая тема. Детская психология, нужно понимать, что все идет с детства, психология формируется в детстве, и поэтому, ну это другая тема, вы просто знаете, что все идет с детства, и то, какие мы сейчас с вами это все с детства. Поэтому, когда мы приходим к психологу, психолог очень яро интересуется, что у вас было в детстве, все вопросы, когда вы приходите к психологу, все будут вопросы о детстве, обязательно, а что мама, а что папа, а как, а что было, все будет в детстве, тогда вы поймете, что все с детства, тогда мои слова подтвердятся. В общем, как мы можем обобщить, я сказала, что, что этих женщин называют жадными. Ну, не подумайте, что я хочу до вас донести, что женщина должна работать. Женщина должна работать. У меня тут что-то вылезло, извиняюсь. Сейчас я уберу. Женщина хочет работать, пускай работает. Это нормально. Когда работает и когда не работает. Просто, в общем, когда женщина работает, это нормально. Но лучше бы было, если бы она не работала. Если женщина не хочет работать, это вообще нормально. Потому что природа создана для того, чтобы работать дома. Работать с детьми, работать с мужем. Заниматься домом. А, еще, ну, я же не договорила по поводу того, что я говорю. Вот если вы сейчас скажете, ага, ага, я хожу на работу. Ну, еще нормально, все. Это как раз тема феминисток и прочее. И о чем же заниматься домохозяйки дома? Ну, как это, чем? Почему про жадность пошла тема? Про жадность пошла тема почему? Потому что, если муж хорошо зарабатывает и говорит... и может содержать жену и детей, это говорит о том, что у вас будет какая-то сумма денег. Возможно, даже на карточке правильно лежать. И поэтому вы прекрасно можете заказывать себе что-то, гулять с подружками, ходить к подружкам, ходить к маме, ходить к маме мужа. То есть, у вас же еще есть дети, с ними заниматься. В конце концов, можно заняться собой. То есть, в наше время можно потратить деньги на все, что угодно. Можно есть 5-6, сети, и прочее. И прочее. То есть, нет такого, что... Ой, как еще, все за вопрос, в чем заниматься будет жена. То есть, вы поняли, да, что женщина найдется прекрасно... Куча занятий может себе найти. Как я, например, нашла себе YouTube. Но это не единственное мое занятие. Мое занятие вот так. По поводу сидения дома. Читаешь, играешь, вышиваешь, рисуешь, готовишь, убираешь. Далее, 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 далее. Куча всего. Гуляешь, с подружкой болтаешь, с мамой болтаешь, с сестренкой болтаешь, папа... Куча занятий. Вот. Тут и нет вопросов. Вопросов нет. Как я отношусь, как я к работе отношусь. Ну, ладно, я так отвечу. Мне стало интересно, работаю ли я. Я-то работаю, работаю. Но я работаю, потом я работаю. И я мужу сразу сказал, но я работать не буду. Я его предупредила сразу. Но я работаю. А знаете почему? Да потому что мне скучно. Мне скучно, поэтому я работаю. Наработалась, ушла. Ну, это уже другая тема. Так, кстати, нельзя делать. А женщину можно. Мужчинам нельзя так делать. Потому что мужчина создан для того, чтобы работать. А женщина не создана для того, чтобы работать. Поэтому женщина имеет право менять работу, как перчатки. Ну, главное, мужчин так не менять. Правильно? А работу менять можно. Если начальник на работе говорит. Можешь ли ты, например, задержаться... Нужно доработать 2-3 часа. У женщины, которая в семье достаток, но она просто работает. Дети выросли, да там уже подростки. Она просто работает для души. Ну, просто вот и скучно. Там пошла, может, у друзей найти себе. И она говорит. Вы знаете, грубо говоря, «У меня семья, и я не могу». Тогда мужчина отца нет от нее. Ну, он там будет думать, уволить ее или не увольнять. Но он ее никогда не повысит. Ну, в общем-то, и не уволит. Ну, как она работает, как справляется, так пусть работает. Тынс. Ну, сидит там с бумажкой. Ну, ладно. А когда женщина... Вот ей сказали, и она... Вот думает, «Ага, начальник сказал, блин, мне еще уволят». И она... «Да, хорошо, надо остаться на эту связь». Значит, они будут постоянно ездить теперь. Не факт, что ее повысит. То есть это... Это уже другая тема, но... Как-то так. Не факт, что ее повысит. Ну, вообще, про лучшую работу я сказала. То, что это вот общественная деятельность, легкая работа. Работа не... не связана с трудом посильным. Может, сейчас... Но, слава Богу, она сейчас не военное время. Дай Бог, чтобы его не было. Одно дело, когда была вот война, например, в Великой Отечественной, когда женщине действительно нужно было заниматься серьезно... Гнуть спину и прочее. Это другое дело. Ну, а мы сейчас говорим про наше время. Наше время, что? Так, другой вопрос. Другой вопрос, 27-й, я понимаю, истерика в большом городе. Женская истерика и большой бой. Как это взаимосвязано? Это очень взаимосвязано. Независимо от того, что у женщины истерика именно в большом городе. У женщин, она, по сути, она у них от рождения. А женщина живет эмоциями, поэтому это нормально. Ну, так как город каждый день, а если еще ты работаешь... Вот я, например, сейчас работаю и учусь. И вот этот темп, темп... Для женщины очень тяжело. Ее плечи, такую жизнь, вот, как я говорила, от природы психологически не выносят. Не выносят ее плечи. Поэтому ей тяжело, поэтому она будет сдаваться, сдуваться, истерить, плакать, спадать. Чаще всего тогда ложиться, и путь снова. Муж думает, что она вообще уже... Она у меня больная. Все мужики думают, ааа, она у меня мозг вносит постоянно. Она... Он ей говорит, ну, тебе надо к психиатру обратиться, ты какая-то ненормальная вообще. Только ходила, улыбалась, выплачиваешь. Она сдувается, она... Все, я опять это на работу. А женщина не созна, чтобы работать. А женщина это не понимает. А у нее выхода другого нет, потому что достатка финансового дома в дом не приходит, и ей пришлось к тебе работать. И она сдувается. Ну, так как она тебя, дурачка-то, любит, ты думаешь, что она дура, а она тебя любит, и она тебе, по-моему, как бы помогает. Ну, она так сильно не должна... Ну, это тоже другая тема. Она сильно так не должна говорить мужу, вот, я работаю, поэтому заткнись, нен-нен. Это вот тоже обижает и ранит мужчину, так сильно ему не надо говорить. Он, в принципе, мужчина, он так видит, что вы работаете, и как бы там он хотел, и другой бы не хотелось, что вы работаете. У него все равно это... Он видит, что вам тяжело. Но когда вы истерите и плачете на всю квартиру, в этот момент у него отключается тоже разум. И он тоже начинает гневаться, гневаться и эмоционировать, злиться, может ударить и так далее. Так, а что я хотела сказать? То есть, поэтому истерика неизбежна в большом городе, потому что женщин... Для женщины это очень все тяжело. Женщине так же тяжело. Она переживает за детей. Как-то там неприятности позвонили ей со школы. Заболел тяжело. За мужа переживает. То муж заболел, то он же кряхтит ходит. Сама болеет. Думаю, ну хоть бы не помиреть завтра. И тогда все ее накручивает. Мама там болеет своя. Папа. Все это ее накручивает, накручивает. Политическая атмосфера накручивает. На первый взгляд, когда все выключил там женщину, это не накручивает. Ничего подобного. Женщина тоже переживает, что будет завтра, а вот мужа заберут, что на войну, а потом мужчине будет хватать, и мне надо будет, и что будет. То есть вы понимаете, да, все, женщина тоже во всем переживает. Все это давит. Климат плохой, экология, все вот это плохая. Гормоны, в конце концов. И женщина истерик. Истерика тоже, понятие растяжимое. Есть истерика, женщина делится, где, которые плачут, рыдают очень долго, рыдают меньше. Плачут, тихо плачут. А есть женщины, которые не плачут. И плачут там раз в 5-10 лет, чуть-чуть. Это все, это значит конец. Эти женщины, они кричат, они такие сильные, как раз вот эти женщины, всякие там сильные вот такие, работающие женщины, они такие все сильные, 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 сильные. И только кричат, и пилят мужа, и пилят мужа, и пилят. То есть они показывают свою слабость. Если они показывают свою слабость, как правило, и как ничего хорошего не приводит, женщина начинает болеть. Женщина должна плакать. Она осознана, она осознана, что она выдыхается, сдувается. И в этот момент, когда женщина плачет, мужчина должен быть рядом. Ни в коем случае ее бросать нельзя. Чтобы она не...